Рубрика «Уполномоченца верить» представляет Нотариальная палата Пермского края. В прошлом году граждане России заключили чуть более чем 110 тысяч брачных договоров. А что можно урегулировать брачным контрактом? По определению, которое дано Семейным кодексом, в брачном договоре можно урегулировать только имущественные права и обязанности супруга в браке и в некоторых случаях после развода. А можно ли его заключить до регистрации брака, после регистрации брака и после развода? В нашей стране, к сожалению, чаще всего регистрируют, удостоверяют брачные договоры уже на стадии развода, когда супруги пытаются разделить имущество и уже какой-то период времени, который остался до официального развода, урегулировать свои интересы. В странах, где брачный договор пользуется популярностью, скажем так, и считается нормой для граждан, там брачные договоры заключаются как раз перед тем, как супруги официально зарегистрируют свои отношения. Недавно мне сказали, что есть такой интересный вид брачного договора в Израиле – Ктуба. Там действительно он направлен не то, чтобы, к примеру, каким-то образом споры урегулировать, а там, наоборот, он защищает семью от каких-то потрясений в случае смерти, в случае развода, дает гарантию, допустим, супруге, какие-то выплаты. Вот я сейчас читаю очень интересный вид брачного договора, и я думаю, когда-то мы, возможно, какие-то вещи и возьмем оттуда. То есть на стадии того, когда жених и невеста решаются зарегистрировать свои отношения в органах ЗАГС, брачный договор составить можно и, наверное, даже нужно. Но он вступает в силу только после того, как брак будет зарегистрирован в ЗАГСе. После же того, как уже супруги расторгили свой брак, брачный договор, естественно, уже, получается, удостоверить невозможно. Но если они успели в период брака, либо до брака его удостоверить у нотариуса, тогда какие-то положения могут действовать и после расторжения. То есть вот если мы говорим о сроке действия брачного договора, то есть он действует на протяжении брака, и там что должно быть записано, что после развода тоже, или как это, как сроки устанавливаются? Вот иногда клиенты приходят и говорят, ведь вроде бы брачный договор только в период брака, а иногда супруги могут остановить, что в случае расторжения брака, допустим, муж обязуется купить, допустим, через год после расторжения брака на имя жены, допустим, квартиру, или обязуется содержать свою супругу, допустим, 5 лет в такой-то сумме по истечении, допустим. Вот как раз эти вот условия, они и будут действовать в брачном договоре после развода. А есть какие-то условия, которые там нельзя прописывать? Или наоборот, самые популярные, которые прописывают? Ну, самое популярное, конечно, это в основном квартира. У людей бывает единственная квартира, единственная машина, и в основном интересует как раз судьба вот этого имущества. А что нельзя по российскому законодательству, вот как я уже вначале говорила, неимущественные права супругов, допустим, обязанность вынести мусор, обязанность вымыть посуду, вот это невозможно сделать. А можно ли как-то оговорить судьбу имущества в случае смерти одного из супругов, вот как вы пример с Израилем приводили? По нашему российскому законодательству это сделать в брачном договоре невозможно, но эти вопросы регулируют как раз завещание, которое тоже нотариус поможет составить и удостоверить. А вот, может быть, вы обращали внимание, в каком возрасте чаще всего супруги приходят к мысли, что брачный контракт необходимо оформить? Если это супруги приходят к этой мысли, то в основном это бывает либо развод после первого брака, но в течение первого брака, либо перед вторым и третьим браком, когда уже есть горький опыт раздела имущества. А когда видишь, что приходят молодые люди, допустим, 20 с небольшим лет, в результате, когда в беседе узнаешь, что это все-таки есть какая-то идея родителей, что это родители посоветовали, возможно, там на своем опыте и настоятельно детям рекомендуют заключить перед регистрацией брака или в самом начале совместной жизни брачный договор. Ирина Станиславовна, спасибо вам огромное. Я напомню, мы беседовали с Ириной Станиславовной Закалиной, нотариусом города Перми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова